Девушки отдыхают В эфире программа доктора Джозефа Клейнермана. Здравствуйте, доктор! Добрый день, уважаемые телезрители, Мариночка и, конечно, наш гость. И наш гость. Я еще раз с большим удовольствием напомню, что, как мы вам и обещали, доктор Клейнерман приглашает для беседы, для спора, для подведения итогов, для задачи, вопросов, для чего угодно. Своих знакомых, друзей, людей, с которыми есть о чем поспорить. И вот сегодня очень известный в русскоязычной общине человек, мы его все прекрасно знаем. Во всяком случае, когда мне сказали, кто это, у меня на слуху его имя. Это адвокат Юрий Прахин. Здравствуйте, Юрий. Добрый день, ребята. Добрый день, дорогие телезрители. И, доктор, теперь вы нам расшифруете приблизительную тему нашей беседы. Приблизительная тема – это будет и конкретная тема. Не случайно я пригласил Юрия Прахина на эту передачу, потому что вопросы и споры, которые между нами, как врачами и адвокатами, и просто людьми, все время существуют. И связаны они, конечно, с нашими профессиями, адвокатской профессией и докторской профессией. Эти две темы действительно все очень важны. Они говорят, по-моему, больше, чем говорят о чем-либо и где-либо. Что сделал этот врач, как сказал этот врач, и зачем этот адвокат взялся за это дело, и почему он такой противный и вредный, почему все так дорого, почему все не так и никому не угодить. И я решил, что это действительно важная тема, и поэтому пригласил мистера Прахина, чтобы узнать у него на публике, если можно так сказать, так ли он чувствует проблему в нашей общине, как передал ее я. Почему между врачами и между адвокатами такой антагонизм? И может быть это не так, может это так кажется, но всегда врачи не хотят иметь дело с адвокатами, адвокаты не хотят иметь дело с врачами. А так как вы еще и занимаетесь в большой мере малпрактис сютами, то есть судами в отношении врачебных ошибок, то вы вообще для врачей считаетесь врагом номер один. Хорошее начало. Да, ну несмотря на такое начало, я хочу, чтобы вы все убедились, что мы пришли сюда без боксерских перчаток и цель нашего разговора немножко другая. Конечно, я и хотел узнать, может быть мы и не правы, может все совершенно наоборот, может мы друзья и сами того не знаем, может мы хотим друг другу помогать и тоже не знаем, так ли это. А может быть у нас какие-то корыстные цели друг перед другом и тоже мы не знаем, а судьи наши это люди, которые нас используют, которые с нами общаются, которые нам, так сказать, доверяют своей жизни и своей судьбе и своей финансы и все остальное. Так ли, есть в этом какая-то доля правды в том, что я сейчас сказал? Друзья ли мы, враги ли мы, понимаем мы друг друга, не понимаем, как лойеры, любят ли лойеры врачей? Давайте я вам вот что отвечу. Прежде чем ответить на группу ваших вопросов, вы задали не один, вы задали несколько вопросов, я скажу два слова о моем видении этой проблемы и буквально еще меньше слов о своем офисе. Наш офис это группа адвокатов, группа высокопрофессиональных адвокатов, которая занимается не только медицинскими ошибками, но занимается любыми травмами, которые произошли по вине кого-то или по вине организации или по вине какого-то частного лица. Мы думаем и считаем, что за любую травму должен ответить тот, кто ее причинил. В частности, поскольку я разговариваю с вами, вы доктор, и вы задали вопросы, я вам опять же скажу свое мнение. К докторам лично я отношусь очень хорошо. Я считаю, что 90% докторов это люди, которые пришли в эту отрасль, ну как говорят, по зову души. За совесть, а не за деньги. Но, к сожалению, 10% это, я так считаю, это люди, которые попали в кабинеты врачей или в госпиталя только потому, что их толкали мамы и папы, только потому, что это одна из самых высокооплачиваемых профессий. Я думаю, что телезрители... Как и адвокаты. Как и адвокаты. Ну, поскольку на меня напали первого, я отвечаю. Так вот о докторах. Я думаю, что телезрители, если покопаются в памяти, а в большинстве случаев и копаться не надо, то каждый из них вспомнит какие-то проблемы, которые имели они либо с докторами, либо в госпиталях, либо где бы то угодно, либо в домах престарелых. И я уверен, это буквально каждый человек. То есть халатность докторов, халатность медицинского персонала, халатность медсестер. Об этом знает каждый и всякий в нашей комьюнити и не только в нашей комьюнити. Пару слов я хочу сказать о том, что такое medical malpractice. То есть, как и любая другая травма, которая причиняется в данном случае докторами, повторюсь, мое мнение, она должна быть за травму, должны отвечать те, кто ее причинил, в частности, доктора. Я хочу сказать своим телезрителям о том, что далеко не всегда то, что мы считаем, что нам причинили травму, мы считаем, что нам стало хуже, далеко не всегда, в 90% мы не говорим о травмах. Никакой врач, никакой госпиталь никогда не гарантирует, что их лечение окончится удачно, что человек вылечится или же что человеку станет лучше. Наоборот, когда мы попадаем в госпиталя или нас принимает врач, разговор идет к тому, что они сделают все возможное, чтобы улучшить состояние нашего здоровья. Но, повторяю, никто никаких гарантий не дает, иначе бы мы все жили вечно. Другое дело, если после лечения или после вмешательства доктора или хирурга вам стало хуже, всегда ли мы говорим о том, что это вина доктора? Ну, да, вот это я, мое мнение. Да, можно сказать слово доктора. Пожалуйста. Ну, вот мне кажется, вы все время это рассказывали, мне так показалось, или то, что я видел, что адвокаты считают, что вина доктора всегда, если что-то пошло не так. То есть не виноват ни госпиталь, не виновата ситуация, не виновата сама болезнь, в конце концов, которая бывает не очень благоприятная, а виноват доктор. Вот такое мнение, мне кажется, у адвокатов, и такое мнение и у пациентов. Поэтому случается так, что пациенты идут рука об руку с адвокатом, потому что они так в действительности одновременно считают. Так ли это в самом деле, вот так ли вы думаете, или, может быть, вы пытаетесь проанализировать, что не всегда виноват врач, не всегда прав судящий его пациент, что есть другие совершенно обстоятельства, которые, да, которые помешали пациенту быть в порядке. Давайте я вам отвечу на ваш вопрос. У адвокатов, в отличие от судебной системы в Соединенных Штатах, у них не существует презумпции невиновности. Наоборот, когда приходит клиент, то адвокат автоматически думает, что кто-то виноват, кто-то создал причину, по которой пришел клиент. То ли это клиент, который упал где-то, то ли это клиент, который пришел с доктора в офисе. Но, но, любой адвокат, я имею в виду профессиональный адвокат, до того, как принять какое-то решение, он выслушает человека, это номер один. Будут заданы десятки, то есть сотни вопросов для того, чтобы прояснить, а что же происходит и почему человек пришел в офис. И только после того, как будут взвешены все обстоятельства, только после этого адвокат сможет сделать вывод, или была сделана медицинская ошибка, или состояние здоровья человека, который пришел, ухудшилось по какой-то естественной причине. По возрасту или, ну, вот так на сегодняшний день это состоит. Я понимаю, может быть, я и не прав, что я так считаю, но так считают очень многие. Вы мне скажите, может, мы и не правы, что если попадает клиент ваш или наш пациент к адвокату, обязательно адвокат считает, что не прав врач, и нужно обязательно найти какую-то придирку, чтобы возбудить дело, чтобы клиент получил компенсацию. Бывало ли у вас такое, что к вам приходил клиент, и вы, его выслушав, сказали, знаешь, никто в этом не виноват, вот так случилось, такая у тебя болезнь, такая ситуация, и я твой кейс не могу взять. Бывало ли у вас такое, или это редкая вещь? Давайте я вам скажу, статистика. Из ста человек, которые приходят ко мне в офис, в лучшем случае мы оставляем одного человека, за дело которого мы беремся. То есть, повторяю, из ста один. Я хочу вам рассказать немножко, может быть, вы это знаете, может быть, телезрители не очень знают, что недостаточно для того, чтобы возбудить дело против врача, иметь халатного врача, или же халатный госпиталь. Но нужно еще иметь достаточную травму, чтобы идти в суд, чтобы идти литигировать эти кейсы. Почему? Эти кейсы очень дорогие. Самые дорогие дела, которые существуют в адвокатской практике, это дела против врачей. Почему? Потому что на любом этапе ведения этого дела мы должны нанимать экспертов. Эксперты стоят достаточно большие деньги, ну скажем так, приблизительно показания эксперта-медика стоят 10 тысяч долларов, это в среднем. Это может быть и цены могут быть гораздо дороже. И поэтому на всем этапе пути от начала кейса до его завершения, вот такой кейс только для адвоката стоит порядка от 50 до 100 тысяч с учетом тех затрат, которые мы будем нести за это дело. А объективны ли решения вот этих экспертов, которых нанимают адвокаты, чтобы доказать чью-то невиновность? Они ведь могут быть, знаете, за оплату, они могут быть тоже фальсифицированы. Или в конце концов он тоже живой человек, третье лицо, да? Он же ведь тоже может ошибиться. Вы абсолютно правильно спросили. Можно ли доверять, да? Можно ли доверять вот тому эксперту, так называемому, который имеет регалия? Никогда экспорт не бывает объективен. Единственный экспорт, который объективен, это Господь Бог. Тот экспорт, который нанимаем мы, он будет, безусловно, говорить в нашу пользу, в пользу нашего клиента, доказывая, что эта травма была причинена в неаккуратном, невнимательном ручке. Экспорт, который нанимает защиту, а у любого врача есть страховка, и эта страховка предоставляют адвокатам, которые защищают врача. И они нанимают точно таких же экспортов, которые противостоят нашим экспорту. Так вот, те эксперты, безусловно, они субъективны в сторону врачей. Поэтому здесь идет баланс мнений экспертов, и суд, это та организация, которая решит, ребят, а кто больше прав, кто больше виноват, какому эксперту можно больше доверять, какому меньше. Для этого существует суд. Но об объективности экспертов говорить однозначно не приходится. Единственное, вот в нашем офисе у нас работает адвокат, его зовут Шелдон Грин, и он же является доктором медицины. То есть он 15 лет проработал в emergency room одного из госпиталей, и он был там главным доктором, и сейчас он уже 15 лет адвокат. То есть мы его мнение считаем более или менее объективным, во-первых, потому что у него есть знания и в медицине, и как лойера, а во-вторых, опять же, мы считаем любого эксперта и его, в частности, показания объективными, потому что он говорит для нас. Хотя на самом деле, конечно, это тоже не субъективно. Пришел вопрос, примеры из практики, если можно, господин Прахин. Давайте я вам приведу пример, который произошел вчера. То есть я далеко не хожу, это было вчера, ко мне приходит мужчина, здоровый такой, дядька приходит, и говорит, я хочу судить врача. Окей, что случилось? Он говорит, что у меня, я извиняюсь, на заднем месте было большой фурункул. Большой фурункул, и вот он пошел к врачу, ему вырезали этот фурункул, и на том месте, которое я упомянул, остался шрам. Окей. И я у него спрашиваю, ну хорошо, а в чем вина доктора? Ну хорошо, фурункул был на вашей, пардон, одном месте, не на доктора. То есть вы пришли к доктору для того, чтобы он вас вылечил, и, как я понимаю, он вас, да, вылечил. А вот он говорит, что доктор сказал, что шрама не будет, а шрам есть. Окей. То есть в чем-то он прав. То есть это прецедент? Нет, я не закончил, если вы разрешите, я все-таки закончу. То есть сказать, что доктор его обманул или не обманул на том этапе нашего разговора еще рано, почему? Потому что разговор с ним продлился. Итак, я спрашиваю, ну хорошо, допустим, доктор тебе обещал, что шрама не будет. А как этот шрам мешает тебе в жизни? Он говорит, вроде бы никак. Я говорю, хорошо, а для того, чтобы мы потребовали денег? То есть мы можем сказать, знаешь, доктор, ты не прав, ты обещал человеку без шрама, а у него шрам, ну, который может быть полмиллиметра. То есть, и нам скажут, что самое интересное, если мы пойдем в суд, и мы докажем, что доктор обещал одно, а сделал другое, то мы действительно можем получить деньги. Но мы можем получить, ну, грубо говоря, 2-3 тысячи. Затраты на судебные процедуры будут порядка, как я уже говорил, в таком слабом кейсе от 15 до 20 тысяч. Ну, я вас перебью на этом месте и спрошу, что вы не пойдете в суд с таким клиентом. Почему? Потому что он не прав или потому что вы не видите, что вы сможете на этом заработать для него какие-то деньги? Во-первых, потому что... И то, и то, по-человечески это, я думаю... Я понимаю, о чем вы спрашиваете, я вам постараюсь ответить. Я не могу сказать, что он не прав вообще. То есть, если человеку что-то обещали, даже если это обещание, ну, какое-то, может быть, неправдоподобное, но если доктор обещает, будь любезен, сделай. То есть, если доктор допустил какую-то ошибку и какой-то шрам есть, я не могу сказать, что доктор прав. То есть, да, доктор не прав. Но насколько доктор не прав и стоит ли это неправота, чтобы ею заниматься вообще, то мой ответ однозначно был для этого человека, для любого другого, который придет с подобными, так сказать, травмами, нет. Этот кейс не стоит. Юрий, а как вот быть... Неоднократно мне, например, даже приходилось подписывать какую-то бумагу, да? Я не знаю, я уже сейчас не помню, но что-то у любого врача, в принципе, довольно часто ты подписываешь, даже когда регистрируешься, не входит ли это уже в твои, как бы, что ты согласен на взаимоотношения с врачом вот в такой форме? А потом вдруг открывается кейс. Окей. Вы говорите о бумаге, которая называется waiver. Что это такое? Это бумага, которая говорит о том, что данная операция или данная процедура может нести такие-то, такие-то последствия. Что из-за этих последствий у вас может быть аллергия или еще какие-то побочные явления, которые, в принципе, предусмотрены такого вида процедурами или операциями. И вы об этом знаете, и вы на это согласны. То есть, действительно, это waiver, это как щит для докторов. То есть, первое, что они делают перед операцией или перед серьезным лечением, или же в госпиталях, если речь идет о хирургических операциях, они дают больному подписать эту бумагу. Но что делают, к сожалению, нечистоплотные доктора очень часто? Они дают человеку бумагу, приходит бабушка или человек, который не знает хорошо английский. Они ему не объясняют, что это за бумага. Вот бумага, подписывай, все. И человек иногда подписывает то, что он согласен, что если ему вырвут зуб, то у него потом распухнет щека, и потом могут быть такие последствия, что еще три зуба надо вырвать. То есть, человек делает несознательно, подписывает документы, которые несознательно делают что-то, что ему не объяснили. Но неужели могут быть такие документы, в которых предполагается, что тебе вырвут зуб и три распухнет зуб? Я думаю, что, мистер Прахин говорит, это действительно огромное количество документов. Они придуманы адвокатами, тоже эти документы, конценты. Перед тем, что тебе делают какую-то процедуру, ты должен объяснить пациенту, дать ему подписать эту бумагу. И если что-то случается, не входящее в эту бумагу, то тогда они имеют, как бы, пациенты право тебя пригласить к адвокату и судить тебя. Совершенно верно. Но это придумано не врачами. Это придумано адвокатами на всякий пожарный случай, что называется. Так вот, я здесь... Да. Ну, это не повод для врачей совершать, скажем, какие-то ошибки. Это повод для адвокатов, так мне обидится, преследовать врачей. И еще одна группа, вот вы рассказывали о вашем этом пациенте с абсцессом. Есть категории, мы знаем и видим, я таких очень много видел, которые специально ходят по врачам, чтобы найти какой-то повод, чтобы потом пойти... Заработать. Да, заработать буквально, пойти и судить. Такие же случаи тоже бывают. То они падают, такое бывает, что падают, аварии падают. А то они идут к врачу и потом обвиняют врача, что с ними что-то случилось. Окей, ну, к сожалению, в данном вот конкретном вопросе я с вами не соглашусь, почему. Когда человек падает или когда он, скажем так, умышленно или полумышленно делает автомобильную аварию, то, в принципе, его возьмет почти каждый адвокат. Почему? Потому что такие кейсы на их начальной стадии, они очень недорогие, и страховые компании, они предпочитают сеттлать такие кейсы, то есть давать какие-то деньги для того, чтобы кейс не шел в суд дальше. Что касается медицинской malpractice или medical negligence, то категорически не согласен с вами. Почему? Эти кейсы, они практически не сеттлуют. То есть страховые компании доктором, они не дают никаких денег без того, чтобы они были уверены, что адвокат достаточно серьезный, что адвокат обладает финансовыми, с финансовыми возможностями такими, чтобы заплатить экспертам и пойти в суд, а я вам уже сказал, что там дорогие кейсы. Поэтому не согласен еще по одной причине, что адвокаты не берут легкие кейсы. Даже если мы видим, что да, врач где-то что-то пропустил, где-то отвлекся, где-то отнесся халатно, мы не возьмем кейс, если травмы несерьезны. И очень важно, если последствия этих травм либо очень минимальны, либо нет их вообще. Поэтому ходят ли, ищут поводов, чтобы обратиться к адвокатам? Ходят. Ну, любой, повторяю, адвокат, который занимается профессионально медицинскими ошибками, он не возьмет этих людей. Медицинские ошибки, я хочу просто телезрителям сказать. Я желаю, чтобы вы никогда не сталкивались с небрежными, халатными докторами, которые по халатности делают вам больно, делают то, что у вас какие-то последствия, но без серьезных, повторяю, без серьезных травм. Травмы, которые мешают вам жить, которые не дают вам двигаться, которые сокращают вашу жизнь, которые несут тяжелые последствия для вас и для вашей семьи. Кейсов не будет, дело никакой адвокат не будет открывать. А вот можно вопрос? Я очень сильно сомневаюсь, что врач, который работает в госпитале, например, или у него частная практика, вот он решил навредить человеку и сделать что-то ему плохо. Значит, даже если что-то, не дай бог, происходит нехорошее, трагическое даже иногда, мне кажется, что это происходит, а не от злого умысла, ведь, правда, это не нарочно делает доктор. Вот тут такая ситуация какая-то американская очень, да. Я не помню такого в практике Советского Союза, чтобы, допустим, что-то произошло, и как родственники даже, естественно, от горя иногда, от отчаяния, они готовы убить всех, и врача, и медсестеры, те, которые были рядом, от того, что не спасли человека. Но все равно не было такой практики. Я не помню, чтобы там, например, на больницу Боткина подавали в суд. И вообще, где мы нашли эту правду, правда? Это очень какая-то американская история, нет? Ну, это история, я думаю, что это история бизнеса, потому что это очень большой бизнес, медицинские ошибки, иншуранс-компании и так далее. И тут участвует, интересован бизнес, потому что масса людей имеет бенефиты от этого. Но я тоже хочу спросить вопрос, и, Марина, это мой вопрос вообще, то, что вы задали. Не вопрос, а ответ, что я тоже никогда не верю и не могу принять то, что какой-то врач делает заведомо что-то плохо для твоего пациента, чтобы навредить и все такое. Что-то случается, ну, неожиданные вещи. Но вот ваше какое мнение и отношение, вы знаете все, что малпрактикс иншуранс для врачей, то есть вот эти иншурансы за ошибки, непомерно большие. Например, хирургические специальности имеют больше, я назову цифры, более 100 тысяч в год. Врач должен заплатить за то, чтобы иметь вот этот иншуранс, чтобы себя защитить от того человека и пациента, который будет, ну, как на мой взгляд. Поэтому страховки, наверное, такие дорогие и у нас страховки, у простых людей, нет? И у всех, ну да, все это... Систему надо менять. Ну, не дай бог, дайте мне вставить слово, не дай бог. Если вы позволите, я вам постараюсь ответить на несколько вопросов, которые вы задали. 40 секунд. Если я забуду какой-то вопрос, вы мне напомните. Давайте я вам приведу статистику для начала. Для начала статистика такова. В Америке, в Соединенных Штатах, 100 тысяч человек приблизительно умирает от того, что были сделаны от ошибки. В их лечении или когда они находились в госпитале, или когда им давали медикаменты, 100 тысяч человек. То есть целый город. Но это еще не все. Около 400 тысяч человек имеют травмы после небрежного лечения, после халатности тех же медиков, то ли в госпиталях, то ли в офисах. То есть представьте себе вообще эти цифры. Вы как задумаетесь? И это при том, что существует, как упомянул доктор, очень высокий иншуранс для докторов. Теперь представьте себе на секундочку. Нету страховки. Для того, чтобы мы продолжали разговор, я хочу вам привести пример. Мы не можем продолжать, у нас 30 секунд. Я вам разрешаю. Так вот, система, которая у нас существует, слава богу, что она существует. Слава богу, что доктора знают, что любая их ошибка, если это действительно серьезная ошибка, которая привела их к действительно серьезным последствиям, они за это будут под судом, они будут наказаны, и их страховка будет больше. И может быть, это заставит их в следующий раз, 10 раз подумать, как отнестись к человеку, как отнестись к пациенту, и 10 раз подумать, какое решение принять, посоветоваться с другими врачами. Я с этим вопросом отвечу, не отвечу, задам, не заставит ли это знание врачей относиться совершенно по-другому к пациентам, и лучше с ними не иметь дела, чем иметь потом проблемы. Господа, можно я расскажу историю, у нас 10 секунд, которую Борис Сичкин, знаменитый Буба Косторский, он, знаете, как говорил, когда приехал в Америку, он говорит, да ты что, чувак, здесь знаешь, как можно, например, ты упал, ногу сломал, компенсация 10 тысяч, упал, руку и ногу сломал, 100 тысяч, а если ты сломал позвоночник, хребет, да ты миллионер! На этих словах мы закончим передачу, замечательные у вас профессии, и врач, и адвокат. Любая мама, любая бабушка и дедушка мечтают о том, чтобы их ребенок, внук приобрел эту профессию, и дай вам Бог, чтобы вы были, процветали, пусть никто не ошибается, и все будут счастливы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам, мистер Крахин, очень было интересно. Ну, а для зрителей мы можем отдельно, чтобы вы видели пожар друг в другу руки. Браво, Браво, Браво! Это мы, друзья!